Понятно, что мы не объясняем понятие намерения. Понятно, что без вознаграждения невозможно объяснять. И не надо. Но говорим-то не только мы. Есть еще много исследований. А люди не убеждаются. Возьми простого человека. Говорят тому, что если ты будешь больше отдавать обществу, ты будешь больше тогда наслаждаться. Это все промывка мозгов тоже называется. Ничего не поделаешь. Поэтому оно называется воспитание. Воспитание — это когда ты вкладываешься, вкладываешься, вкладываешься. Пока что-то произойдет, ты должен продолжать вкладывать, как в ребенка. Ты 20 лет в него вкладываешь, пока что-то выходит. И ничего не поделаешь. Но если ты все время капаешь то, что объединение — это источник успеха во всем, то это проникнет, это войдет в людей и просто исправит сердце. Но постепенно. А что, для правителей это не выгодно? Правителей нельзя брать в расчет. Ни правителей, ни элиты, ни богатые. Они не способны. Они оторваны. Это то, что называется сердце царей и министров в руке Творца. Невозможно. Они не могут услышать. Творец забирает у них выбор. Ты увидишь, и сейчас будут писать в газетах, что вместо поделить хоть немного бедным, они себе сделают еще бонусы. А, написали. Недавно наши экономисты прислали виртуальную газету на иврите. Там миллиардеры. Ну вот себе еще там добавили миллион. Ты можешь отдать его, ты даже не почувствуешь. Они не могут. Не в состоянии. И так это устроено.